теперь берем женщин мужчин да разница есть как развивается мужчина как развивается женщина мужчину надо сразу бросать деятельность он только выучился его надо бросать в работу допустим он говорит я не могу найти себе работу что-то ищу не могу себе найти работу это мне не подходит это мне не подходит все такой мужчина начинает протухать скоро от него вонь пойдет уже ему надо любую работу абсолютно любую неважно подходит не подходит потому что когда мужчина работает он развивается когда он не работает он протухает сидит дома протухает работает развивает все мужчина развивается в работе неважно какой и надо удержаться на одном месте три года хотя бы Не прыгать. Держался на одном месте, стал разумным, лучше понял, что надо. Потом на другом месте три года удержался, еще лучше стал. И так постепенно все поймет. Пока он прыгает туда-сюда, он не может даже понять себя. Он себя как личность не развивает в этом случае. Но понять, что делать ни разу этому человеку невозможно. Поэтому мужчине надо сидеть на одном месте три года, чтобы развивать себя. Не разовьешь себя, невозможно ничего понять. Невозможно. Можно прыгать так всю жизнь с одного места на другое. А если мужчина дома сидит и говорит, вот когда найду у себя хорошую работу, тогда буду работать. Он никогда не найдет вообще. Он так дома и будет сидеть. Жена ему пинка под зал должна дать когда-нибудь. Как-то надо вот так извернуться, чтобы он пошел плакать, кныкать, мучить его, скулить, скулить, чтобы он пошел куда-нибудь работать. Что дома невыносимо, уже жена замучила. И он будет счастлив тогда, начнет работать. Мужчина психика очень такая тугая. Его заставить жить правильно очень трудно. Когда заставили, он уже не может остановиться. Как поезд. Чтобы ему поехать, надо много энергии. Когда поехал, уже не остановится. Все. И вот сам мужика надо разогнать, самое главное. Разогнать его очень сложно. Вот. Когда разогнала, все, он поехал. Добрыми словами надо, слезами разгонять, разгонять мужика своего, чтобы он поехал. Мужчина рядом, женщина расслабляется. Если слишком много секса, любви, поцелуев, хорошего питания, мужик становится ватрушкой. Дома ему хочется сидеть, ему не хочется никуда ехать, он на диване уже живет. И надо его вытуривать из дома. Иначе он просто протухнет, станет несчастным, пить начнет, гулять начнет. Ну, то есть, испортится. Протухнет. Нужно заставлять его. Женщина должна помогать ему стать человеком, погонять из дома, не давать ему дома сидеть. У женщины совсем другая картина. Совсем другая. Мужчина на работе развивается, дома отдыхает. Женщина на работе отдыхает, дома развивается. Где вы видели, чтобы женщина домой пришла отдыхать? Приходит домой, начинает что-то делать постоянно. Там развивается, дома. У нее там обязанность, ответственность дома. Она приходит, говорит, что такое, бардак, это что, а тут что такое. И ходит, контролирует ситуацию в доме. Чистоту наводит, всех строит. За всеми следит, что делает, контролирует полностью ситуацию под контролем. Даже тараканы боятся женщину и мужчину. Мужчина либерально к тараканам относится. Или война, или мир. Видит, таракан ползет. Вроде мир, пусть ползет. Женщина никогда не даст тараканам жить в доме. Увидела, будет всегда гонять. У нее нет мира. Она отвечает за чистоту в доме, перед Богом, женщина. Но когда женщина имеет семью, или хотя бы большую семью, в виде подружек, друзей, родителей, она имеет корни. Женщина должна жить для близких людей. Для работы она жить не может. Если у нее нет близких, и она вся в работе, поглощена в работе, то ее психика начинает таять, энергетически становится слабее, слабее. И она потом дальше проходит четыре стадии. Первая, мне нравится работа. Вторая, устаю. Третья, надоело. Четвертая, ухожу. Если у нее есть как бы дом, семья, эти стадии у Жени не работают. Она идет на работу, потому что у нее психика, она примагничена не к работе в жизни. К чему женщина примагничена, то ей и движет в жизни. Если она к работе примагничена, в семье нет, больше не к чему примагничиваться, то она пытается близкие отношения там на работе со всеми строить, а там деловые отношения, там испытывает боль, ее там мучают, она злится, устает, пытается угонить начальнику, верит начальника, начальник ее эксплуатирует и так далее. Она становится замученной там на работе. Но когда корни пускает она в личных отношениях, она становится крепкой, сильной, набирается сил, замученным уже муж становится, не она. То есть она набирается сил в доме, это ее стихия, личное отношение, женская стихия. Она на работу приходит, тоже так же работает, все, ей интересно. Но она там не запаривается. Ей говорят, например, останься, поработай еще полчаса. Она говорит, нет. Он говорит, я тебя уволю. Она говорит, ну, смотрите сами. То есть они по барабану уволят, ничего страшного, у меня муж работает, чего мне париться. Ему приходит, говорит, меня уволили. Она защищена, ей все равно. Когда она одна, она боится, что ее уволят. Она боится, поэтому унижается перед начальством. Когда она защищена семьей, она спокойно работает, не парится. И эти стадии, вот циклы вот эти на работе исчезают. Она спокойно там, просто счастлива на работе, поговорила с подружками, попила, поперекусывала там, поболтала, поработала чуть-чуть. Все вместе как бы, ей нравится там на работе. Она там отдыхает. Она поработает, поболтает, осплетничает там, ну, женская жизнь. Пошла домой, отдохнула там на работе. Если заставляют упахиваться, она соглашается, но не упахивается, потому что она зависит от дома. Ну, там работается, удовольствие, все, не напрягается. Некоторые женщины говорят, а у меня нет семьи. Здесь нужен компромисс. Я говорю, а вы как вот живете? Он говорит, у меня жизнь это работа. Поэтому и нет семьи. Надо отрываться от работы. Как отрываться, выпускать любовь в отношениях с людьми, с подружками, с родственниками. Часто вера, когда женщина веру обретает, она, естественно, находит в вере в своей семью большую. Легче отрываться от работы тогда. Продолжение следует...